Вы видели этих героев на этой сцене уже очень давно. Итак, встречайте! Всемогущие, великие и немного со своими странностями Боги Олимпа! Дес... Астрадига! Девушки отдыхают... И закушите. Еще вот здесь, распишитесь. Угу, хорошо, распишусь. Афродита, а почему ты такая сегодня грустная? Хочешь, я тебе анекдот из двух слов расскажу? Какой? Колобок повесился. Да нет. Гуратино утону. Ха-ха-ха, нет, нет. Ну, такая, запал на внимание, я вас слышу. Хороняли тещу, порвали три баяна. Ха-ха-ха-ха. Так, что там у нас на повестке дня? Ну, у нас вот в канцелярии богов тут некоторые изменения произошли. Да? Да, вот изобрели аппарат. С помощью него можно слышать молитвы смертных. Да? Называется телефон. 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 Ну и что люди говорят? Что? Боятся меня? Ха-ха-ха. Ну, к примеру, вот одна из проблем насущных. Какая? Смертные из Америки до сих пор себе президента выбрать не могут. Президент? А что это такое, президент? Ну, как вам объяснить? Ну, король, по-моему. Король. Понятно? Президент, президент. Так-так-так-так-так-так-так. Ну что ж, нужно как-то решать эту проблему, я не знаю. Ну да. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. А давайте Аполлона позовем. Он у нас молодой, перспективный. Глядишь, чего им посоветует. Опять этот Аполлон? Да он совсем с катушек уже съехал. Он неделю на работе даже не появляется. Вы в курсе, что он самый безответственный бог по версии журнала Forbes? У нас в этом году даже Аид отличился? Нет, ну, конечно, в хорошем состоянии. Нет, ну так тоже нельзя. Так идти до изгнания недалеко. Кстати, до меня тут слухи дошли, что недавно его видели на горах Кавказа. Это ж надо так опуститься. Что? Что ты будешь делать? Ну, попейте водички. Давайте. Дыхательную гимнастику пострельниковой сделайте. Лучше. Ну и все. Где он вообще? Что он? Кто он? Зовите его сюда. Ладно, я его вызову, конечно, но в этот раз давайте без меня, ладно? Хорошо, вызывайте его. Говорились? Пин-пин. Аполлон! Аполлон! Это прочее, я думаю. Как дела? Как жизнь? Чего мучишь? Как сам вообще? Как сало, братан, килограмм. Эй, что ты делаешь вообще, братан? Хорошая шутенчика, братан. Ха-ха. Живот просто лопается от смеха. Ты, наверное, твою натипортичка, братан, слышишь? Да нет, что ты. Сколько лет, сколько зим. Я уже думал, ты помнил давно. По сути, Аполлон, а дело-то серьезное. Президента Америки надо выбрать. Какой еще президент Америки? Ромсана Караванова. Ромсана Караванова. Красавчиков. Есть. Слушайте, ты вообще-то меня отвлек, но я тебя отвлек, а? Такую девочку землю встретил. Просто ау-ау-ау. Ростиком заниженный. Заниженный. Глазки-то, глазки-то у нее черные-жерные. В общем, подкатываю я такой на свои заниженные к ней. И что? Исполняю. И что? Исполняю, Мася? За тебя, колы, мадам, я в полу продам. И как будто мы с небес. Все к тебе дарает вес. За тебя, колы, мадам, я в полу продам. Пусть душу и сердце кровь. Мне нужна твоя любовь. Все, послушай, оболок, все, все, выходи, хватит без образа Кавказа. Дело-то серьезное, президента Америки надо выбрать. Да все, успокойся, ты хватит, все. Алло, Мадлина. Слушай, я сейчас не учи геми. Давай я тебе побольше перезвоню в эфире. Все, давай. Ну и что там? Трам-трам-трам-трам-пам-пам. С президентом. А что это сейчас за мелодия играла у тебя? Ну, это стандартная мелодия на моем олимп-фоне. Ух ты. Трам-трам-трам-трам-пам-пам. Эфрика, вот человека с такой фамилией и назначим президентом Америки. Так, пишем указ назначить президента Америки Трампа. Готово. Ну, я не против. Послушай, у нас тут изменения в канцелярии богов. Да? Смертные. Аппарат новый изобрели. Телефон называется. И как же он работает? С помощью него мы сможем услышать молитвы их. Стоит только снять вот эту трубочку, когда он зазвенит. Более. О, великий всемогущий, помоги нам! Скоро ежегодный фестиваль с мехотерапием в селе Вознесенка. А у нас во дворце культуры артисты заболели. А заявку же отправили. Помоги, что нам делать? Что это такое, фестиваль? Ну, это когда в одном месте собираются все умные и талантливые, понимаешь? А, это как у нас на Олимпе, да? Ну да, да. Так, а что такое смехотерапия? Вот, улинотерапию знаю, сам иногда пробую. Фитотерапию тоже знаю. Смехотерапию не знаю. А, у смеха же 1 апреля день смеха. Смеха? Да, вот поэтому, наверное, и смеха. Так, а Вознесенка это что такое? Ну, у нас есть глобус. Глобус, давай, давайте посмотрим. Так, не сиди глобус, не сиди, надо разбираться срочно. Где это, что это? Я, по-моему, в восьмом классе где-то слыхал, что это в Антарктиде. Да нет, оно вот тут, вот возле Австралии, где-то. В Африке, по-моему. Нет, вот Бразилия где? Да, да, так, так. Да что мы все-таки, мы на Олимпе или нет? Мы боги или нет? Что мы не можем... Так, Зевс, подожди. У меня появилась только шибательная идея. Какая? А давай отправимся прямиком туда, в эту... Вознесенку. И все решим на месте. Хорошо. Я Олимпийский бог! Повелитель и властитель Всевосущего! Сын Реи и Кроноса, могущественный Зевс, повелеваю! Да разойдутся облака над Олимпом, да взбушуются моря и океаны! Послушай, Зевс, давай полегче, а? Давай! Я не поняла, что за мышиные возняки, да? А ну, становись! Равняйсь! Равнение на богиню! Я не поняла, ты куда лыжи навострила, а? Я ему тут, значит, борщи божественные варю, компоты эти чертовы олимпийские, салаты эти греческие, да? А он меня ни разу даже на курорт с собой не взял. Вон у Аиды жена, каждый день как на горячих источниках. Красота! Ну, Афродиточка, заечка! Че? Мы тут собирались отправиться в Вознесенку. Ну? Поехали с нами, чем тебе не курорт? Да? Угу. Ну, ладно, поеду. Слушайте. Действительно. А давайте отправимся туда, в эту Вознесенку. Давайте. Все готовите? Я готова. Телепорт завалялся? Я готова. Отправиться в Дуванский район, Вознесенка, амфитеатр. Мать моя лета, отец мой сестр, куда мы попали? Это смертная? Ну да, на богов они не похожи. Чё-то я не поняла, где тут пляж, где море, а? Кто руководитель сия учреждения? Я! Что тут происходит? Что за фестиваль? Какая вообще тема? Тема семья. Тема семья? Афранито, у нас есть что-то на тему семья? Как это что? Вон твой внебрачный сын Аполлон. Нагулял же. И что ты предлагаешь? Я предлагаю женить его, а то парень совсем пропадает. Ага, не собираешься жениться? А тебя никто не спрашивает. Так, землянки, кто готов выйти замуж за Аполлона, бога наук и искусств? Вот, женится, остепенится. Глядишь, и в культуру пойдёт работать. Почему сразу в культуру-то? Ты не в курсе, что ли? Я с этого года всем культработникам зарплату повысил. Называется персональный коэффициент ежемесячно. Ну, пожалуйста, а кто? Так, Аполлон, в общем, иди и выбирай себе земную невесту. Ой, да погоди, куда ты пошёл? Я не знаю. На, цветы хоть что ли, возьми. Кто так сватается? Афридит, а я с ним пойду. Иди, иди. Эй, не перепутай только, он жених. Хорошо. Понял? Продолжение следует...